В стенах спортивного комплекса Дальневосточной пожарно-спасательной академии проходят всероссийские соревнования Кубок Тихого океана. За главный приз соревнуются 14 команд участников, прибывших со всего Дальнего Востока, а также Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. В течение трёх дней 129 спортсменам в возрасте от 18 до 50 лет предстоит преодолеть стометровую полосу с препятствиями, подняться по штурмовой лестнице в окно учебной башни и пройти двоеборье. Данные соревнования уже пятый год проходят на территории города Владивостока. Постоянно увеличивается количественный и качественный состав. Так, в данных соревнованиях принимают участие уже представители Уральского федерального округа, которые представляют и члены сборной России по пожарно-спасательному спорту. Пожелаю хороших результатов, здоровья, и главное без травм завершить эти данные соревнования. Ну и пусть победит сильнейший. В ходе состязаний спортсмены демонстрируют членам судейской коллегии навыки, которые незаменимы в тушении пожаров – силу, ловкость и скорость. По итогам соревнований победители будут награждены ценными призами, дипломами и медалями. Главному победителю достанется трофей – Кубок Тихого океана. Тренировались упорно, готовились к этим соревнованиям, к этому старту и, соответственно, результаты вот показали свои на дорожке. Я выполнила сегодня первую, как у нас говорится, палку мастера спорта. К этому шла я очень долго. И сегодня у меня получилось. На самом деле бежалось очень легко. Хорошие эмоции, положительные эмоции. Счастливо.